Здравствуйте, я снова вас приветствую на своем канале Здоровье красота от морковки. И сегодня я продолжу тему борьбы с тараканами. Дело в том, что, конечно, многим, может быть, тараканы и нравятся, поэтому у них и живут в квартире, но многим это не нравится, потому что это грязь, они несут на своих лапках болезнь, да и просто вид их зачастую очень неприятен. Сами понимаете, когда вы начинаете какую-то пищу есть, а там сидит таракан, в разных странах этих тараканов едят, и едят с успехом, даже, наверное, специально и разводят для этих целей. Так вот, те, которые не хотят есть тараканов, они хотят от них избавиться, но не всегда приемлемый способ избавления от таракана с помощью ядов, потому что трупики начинают везде лежать, может быть, и другие причины, например, если какую-то еду с отравой разложить, кто-то ее может съесть и отравиться, например, домашнее животное. Так вот, в общем, причин много. Что делать? Оказывается, что можно тараканов не убивать, но можно, скажем так, их сопроводить из квартиры или не допустить в саму квартиру. Вы спросите, какой же это способ? А очень простой. Оказывается, у тараканов очень сильно развито обаяние. Они чувствуют еду за несколько десятков метров, ну и, соответственно, собираются и туда и направляются. Так вот, но есть запахи, которые не только их привлекают, но и также и отпугивают. Да-да, вы не ослышались. Есть запахи, которые их отпугивают. Так какие же это запахи? Оказывается, что некоторые лекарственные травы отпугивают тараканов. Какие же это травы? Это полынь, мята, бузина, жимолость, лавр. Да, обычная лаврушка – это привычная кухонная пряность. Эти растения можно просто разложить по местам, где находятся тараканы, особенно там, где это места, откуда они приходят. Это дверь, это вентиляция, это окно. И, конечно, там, где, скажем, возможно, они скапливаются или уже скопились, чтобы изгнать их. Эти травы раскладываются, но нужно периодически менять, потому что запах, который от них исходит, он со временем проходит. Можно использовать отвар из этих трав. Просто заварится как чай в виде чефира и разбрызгивается. А вот если взять мяту, сделать из нее настой и разбрызгать, то появится приятный запах, ну и избавитесь от тараканов. Что еще помогает избавиться от тараканов? Вернее, какие запахи? Можно использовать запах масел на основе эквалипта, кедра, аниса и чайного дерева. Эти запахи тараканы просто не выносят. Главное, чтобы все природные ароматы этих растений содержались в этих маслах. Есть еще и другие – это химические запахи, то есть созданные промышленностью. Например, насекомые не выносят, если в комнатах пахнет нашатырем или борным спиртом, а также керосином и скипидаром. Вот почему зачастую в гаражах нету тараканов. Также тараканы не выносят и хлор, который обычно в некоторых особенно промышленных предприятиях используется при уборке помещений. Также тараканы не любят нофталин и уксус. Также замечательно помогает избавиться от тараканов выгнать из квартиры – это чеснок. Очистите несколько зубчиков этого чеснока и разложите их в комнате и в тех местах, где обитают тараканы. Ну и в заключение еще пару растений, которые хорошо себя запомендовали в изгнании тараканов из квартиры. Это ромашка аптечная, это пижма. Пижму, между прочим, настаивают на холодной воде, то есть берется 1 литр холодной воды и добавляют сюда 1 столовая ложка цветков. После того, как пройдет несколько часов, этой водой опрыскивает помещение. Вот, оказывается, есть такие простые, замечательные способы избавления от тараканов. А на этом все. Будьте здоровы и до новых видео. Пока. Да, и не забудьте оставить ваши комментарии, что вы по этому поводу думаете.